Let's wear the glasses. Блин, мои очки отражаются в... в этом самом, в объективе. Мне это не нравится. Ну, почему? Всем привет! Меня зовут Аня. Добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра! Сегодняшнее видео посвящено фаворитам, долгожданным. Месяца сентября мне уже очень многие просили, чтобы я наконец-таки это видео сделала. И да, оно выходит практически уже в середине октября, но мне кажется, лучше поздно, чем никогда. Так что, если вам интересно посмотреть, какие вещи я любила из косметики и не только, то, конечно же, оставайтесь смотреть это видео. Перед видео небольшое такое отступление. Я знаю, что я уже больше двух недель не снимала видео, не выкладывала на канал. Это все связано с тем, что для тех, кто смотрит мои видео или также фоллоуит меня на каких-либо социальных платформах, будь то Инстаграм, ВКонтакте или на Фейсбуке, то вы, наверное, в курсе, что я была в Киеве две недели. У нас была командировка от работы. Мне там безумно понравилось. Я действительно получила огромное удовольствие находиться там целых две недели. Нам безумно повезло с погодой. Было очень тепло. И вы знаете, я была так вначале очень вдохновлена, вдохновлена, потому что я была уверена, что буду снимать видео каждый день и выкладывать вам влоги. Но действительно, мы очень сильно уставали. У меня действительно не было времени ни снимать, ни монтировать. В начале командировки я что-то успела отснять. Я думаю, что я все-таки смонтирую эти кусочки видео для того, чтобы не выбрасывать это все в помойку. Поэтому, я думаю, следующее видео будет именно такие вот небольшие влоги сумбурные из Киева. Надеюсь, что вам будет интересно. Я уже задыхаюсь. Ну, все. В общем, это было, как я уже сказала, такое лирическое отступление. Давайте уже поехали к фаворитам. Буду начинать с косметических фаворитов. И самый мой такой... Нет, подождите, хотела вам показать палетку, но покажу вам тональник. Самый мой любимый косметический фаворит это вот этот вот офигенный тональник. Тональная основа от фирмы Ив Сан-Лорен называется она Тушек Лат. И вы знаете, я его открыла уже более двух лет назад. И мне он тогда безумно нравился. Я его обожала. У меня был, правда, другой оттенок, потому что тогда я любила загорать. Но, вы знаете, эти тональные основы, они, конечно же, далеко не бюджетные. Они так влетают в копеечку. Поэтому я все-таки прекратила им пользоваться для того, чтобы сэкономить деньжат. И перед поездкой моя коллега завела мне в GT Free. Она говорит, вот, Аня, я там видела, ты хвалила очень этот тональник, я хочу себе его купить. В общем, мы зашли, она себе купила, и я уже тоже не удержалась, потому что на самом деле в GT Free была очень хорошая цена на него. Вот здесь... Я не могу сегодня говорить, реально. С большой скидкой. Короче, я его купила по выгодной достаточно цене. Но все равно, конечно же, он, да, он не очень дешевый. Это оттенок называется BD40. Сейчас я вам лучше так покажу. Мне кажется, что этот оттенок мне идеально подходит. Вообще, я обожаю эту тональную основу. Она не обладает таким плотным покрытием. Я бы сказала, что у него покрытие среднее, да. То есть, если вам нужно замазать какие-то такие тяжелые прыщики или высыпания, то она вам не подойдет, она вам их не перекроет. Вам придется все-таки пользоваться консилером. Но этот тональник просто... Мне он нравится безумно. У него классный запах. У него очень нежная такая водянистая консистенция. Очень удобная помпа. В принципе, я действительно им довольна. Я и тогда была им очень сильно довольна. И вот консультантшин сказала, что у него там есть какие-то золотые частички, которые подсвечивают якобы вашу кожу. Но я не знаю, есть ли там золотые частички или нет. Но действительно, с ними кожа выглядит... С ним кожа выглядит более такая здоровая, сияющая, в общем, красивая. И его практически незаметно на коже. В общем, действительно хорошая штука. Я всем рекомендую. Но один большой минус, что она, увы, но не дешевая. Вот такая вот палетка теней от MAC. И вы знаете, у меня с этой палеткой такие отношения. Называется love-hate relationship. То мне она нравится, то мне она не нравится. У меня реально какие-то такие странные ощущения. В общем, эта палетка называется Cool Neutral от MAC. Как я уже сказала, у них есть две версии. Одна теплые тона, warm. Мне кажется, warm neutral. И вот эта вот cool neutral. 15 оттенков там есть. И я очень долго думала, какую же именно палетку мне взять с собой в Киев, чтобы не брать миллион всяких разных палеток, не захламлять свой багаж. И решила все-таки остановиться на этой. И я действительно очень-очень рада, что я ее взяла. Потому что я там пользовалась не только тенями, а также румяными. И, кстати, эти тени румяны сейчас тоже на мне. Самые мои два любимых цвета. Это вот эти вот два коричневых. Я ими пользуюсь реально сейчас на селение время каждый день. Вот этот вот оттенок я использую как базу. Он полностью матовый. А вот этот вот оттенок такой персиковый. Я использую как румяна. То есть у меня действительно эта палетка такая оказалась очень мультифункциональная, классная. И она мне заменила прям аж несколько продуктов. Блеск для губ от NYX. Это, вы знаете, такая tricky situation получилась. Потому что мы когда поехали на Украину, у меня подружка, вот тоже моя коллега, да, она зашла в магазин NYX и купила себе этот блеск. Я очень долго думала, нужен мне он или не нужен. Я у нее постоянно просила, чтобы она мне дала помазаться. Потому что такого оттенка у меня не было. Я очень давно, очень часто хвалила именно вот эти вот баттерглосы от NYX, потому что я их действительно обожаю. Они очень красиво смотрятся на губах. У них очень красивые оттенки. У них очень красивая консистенция. Красивая консистенция, это как? Классная, в общем. У них такая действительно мягкая масляная консистенция. Для блеска у них очень хорошая стойкость. И, в общем, я думала, надо мне, не надо, надо, не надо. В итоге я в Киеве так и не купила его, а уже купила этот блеск по приезду обратно в Ригу. Но мне очень нравится этот оттенок. Он называется Крем Брюле. Он такой, знаете, нюдово-розовый. И вот именно больше уходит в такой совсем нюдовый оттенок. То есть он не сильно ярко выраженно розово смотрится на губах. И мне этим он очень не понравился. Не понравился, я сказала. Короче, NYX Butter Gloss в оттенке Крем Брюле. Это клевая штука. Карандаш для губ от фирмы Art Deco. И его мне посоветовала в магазине в Киеве, кстати, консультант. Я у нее спросила, чтобы она мне подсказала карандаш, который был бы очень близок по оттенку, к оттенку моего натурального цвета губ. В общем, забубенила целую тут тираду. И она мне именно вот этот оттенок посоветовала. В общем, это 19 номер. Soft Lip Liner Waterproof. То есть он водостойкий. Он действительно очень классно держится. И сейчас он у меня нанесен на губах. Не только в качестве карандаша, но и в качестве помады. Мне он действительно очень понравился. Стойкость у него обалденная. Он, кстати, не так уж сильно сушит губы. Потому что очень часто, когда я пользуюсь карандашом, а также заполняю губы этим же самым карандашом, у меня очень быстро начинают как-то сушиться, трескаться губы. А от этого очень даже ничего. Забрела я в Киеве в Зару и купила там, не удержалась, вот такие вот маленькие духи. Точнее, это туалетная вода. У нас, кстати, в Латвии в Заре не продается парфюмерия, насколько я знаю. Поэтому я была очень удивлена, что в Киеве есть парфюмерные изделия от Зару тоже. В общем, мне очень понравился этот запах. Он действительно пахнет классно. Называется он Dancing Vanilla. То есть пахнет он ванилькой. Но, знаете, не такой перебивающий, удушающий, чрезмерно сладкой ванилькой, а именно такой какой-то нежный, приятный. И, кстати, держится он достаточно долго для туалетной воды. Я считаю, у него стойкость даже очень хорошая. Он идет в таком маленьком шарике, там 10 миллилитров. Очень классная такая теплая туалетная водичка. На осень самое то. И, знаете, тоже так много места не занимает. Удобно бросил сумочку и все. Мне очень понравилось вот это вот масло для тела, которое я приобрела в украинском магазине. И сделано оно тоже в Украине. Так, с миндалем и апельсином. Запах у него просто нереальный. Для тех, кто любит марципан, как пахнет марципан или, может быть, марципан на вкус, я уверена, что вам он очень понравится. Потому что, так как вот оно с миндалем, да, марципан сделан из миндаля, он действительно пахнет, как вот самым настоящим марципаном. Я прям реально хочется его съесть. У него такая очень густая консистенция. Потому что, ну, как написано, да, это body butter. Он очень классный. Я очень люблю его намазывать на ручки, потому что сейчас уже приближается... У нас, кстати, уже очень холодно в Риге. Реально там 0, 2, 3 градуса. И у меня самое первое, что начинает сохнуть, это руки. И, короче, я действительно очень люблю им пользоваться, намазывать его на ручки. Он, кстати, к моему большому удивлению, не оставляет такого неприятного жирного блеска и пленки, которые потом никак не сходят, что очень многие другие масла оставляют. Цена у него была очень бюджетная. Я действительно очень рада, что приобрела. Конечно же, я вам не могу не показать эти очки все-таки, потому что эти очки это какая-то нереальная бомба. Я их действительно очень любила носить. И до сих пор я их ношу практически каждый день. Эти очки у меня без диоптрий, то есть просто такие, знаете, для стиля я их приобрела. Мне кажется, что они реально смотрятся очень круто. Они какого-то такого классного шарма придают. И почему я раньше никогда не носила очки? Для тех, кто не знает, у меня зрение плохое. Я ношу линзы on my daily basis. Но почему я не люблю носить очки именно с диоптерами? Потому что, так как у меня большой минус у глаза, диоптрии... То есть, ну, стекла в очках достаточно толстые, и они очень визуально уменьшают мои глаза. То есть кажется, что у меня глаза очень маленькие через эти стекла. Поэтому диоптрии мне не подходит. А вот очки без диоптрии, особенно если форма нравится, мне кажется, смотрятся просто обалденно. Мне, кстати, очень многие делали комплименты именно по поводу этих очков. Мне кажется, что это так очень... Секси. Следующий, безусловный, фаворит месяца, это моя прическа с косичками. Я вот здесь вот делала себе такие четыре косички продольные, потому что мне очень нравится, как это смотрится. Знаете, это создает эффект такого выбритого виска. Но выбривать висок, конечно же, мне совсем-таки не хочется. Но я вот зашла, когда в Киевский, в один из торговых центров, для тех, кто знает, для тех, кто из Киева, называется Ocean Plaza. И там у них есть такой, знаете, салон, как бы быстрая такая бар плетения волос. В общем, они там делают прически, косички, выпрямляют волосы, накручивают. И я решила вот там вот сделать эти косички. Мне безумно понравилось. Мне кажется, это смотрится просто на миллион долларов. Очень круто, очень так стильно, современно. Меня, кстати, просили некоторые девочки показать, как же я делаю эту прическу. К сожалению, я не умею сама себе делать такую прическу. У меня к прическам вообще никакого таланта нет. Но я просто обожала, как это смотрится. Мне действительно это очень нравилось. Это прям смачно, короче. Любимая вещь из одежды на сентябрь. Это вот эта куртка. Косуха моя кожаная, но это не настоящая кожа. Она у меня от магазина Mango. Я ее действительно обожала. Она выглядит просто офигенно круто. Вы знаете, я носила ее реально каждый день, потому что погода позволяла. Я одевала эти очки. Эта куртка, мне кажется, эта куртка, она любой ваш наряд, любой ваш аутфит. Неважно, что вы там надели. Если вы надели сверху такую куртку, вы сразу чувствуете и выглядите намного круче. Короче, потом мне был этот выбрит. Ну, у меня эти косички были, и я реально такая вся ходила по Киеву. Крутая чика. Короче, я действительно ее обожала, эту куртку. И жалко, что у нас уже очень холодно, что я не могу ее больше носить, потому что, ну, она все-таки, конечно, крутая, но она нифига не греет. И последний фаворит, который я вам хочу сказать, это будет фильм, который я посмотрела буквально вчера. И, может быть, да, технически он не относится уже к фаворитам сентября, но я все равно хочу поделиться. Этот фильм называется «Безумный Макс». Дорога какая-то там... Не знаю, как по-русски перевести правильно. Короче, знаете, я смотрела обзор от Сокола, и, как правило, я очень часто соглашаюсь со всеми его оценками. То есть, если ему что-то не нравится, зачастую мне тоже это не нравится. Если ему нравится, если он нахваливает какой-то фильм, то мне зачастую тоже очень нравится. И с этим фильмом как раз «Безумный Макс», он очень его раскритиковал, сказал, что вообще там неинтересно, там просто тупо экшен. Но почему-то у меня было такое настроение именно на экшен. Я его решила посмотреть, и вы знаете, мне он дико понравился. Конечно, я не могу сказать, что там какой-то большой глубокий смысл, да, что там вы, когда посмотрите этот фильм, вы духовно как-то сильно обогатитесь. Нет, действительно, этот фильм в основном состоит из экшена, то есть там действительно все постоянно взрывается, какие-то нефантастические персонажи, вообще вся эта обстановка, как это все сделано, атмосфера совершенно уникальная. В общем, я не знаю, меня действительно это захватило, и фильм у меня прошел просто на одном дыхании. То есть, я вот так начала смотреть, и он достаточно длинный, кстати, и закончила. То есть, для любителей экшена могу посоветовать этот фильм «Безумный Макс», а тем, кто экшен не любит, я думаю, что он вряд ли понравится. Ну вот это было все про мои фавориты, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Еще раз хочу извиниться за то, что у меня не было достаточно долго, я буду очень стараться выпускает видео более часто, так как я делала это раньше. И еще я хочу сделать одно из моих следующих видео, я хочу сделать видео Q&A, то есть вопрос-ответ, и если вам интересно задать какой-нибудь вопрос мне, то, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях под этим видео, и тогда в мое следующее видео я постараюсь сделать именно в видео вопрос-ответ. Так что, да, большое вам спасибо, также не забывайте следить за мной в Инстаграме, на Фейсбуке и ВКонтакте. И да, как обычно, конечно же, я вам хочу пожелать всем огромного, хорошего, позитивного настроения. Знаете, обычно, как я по-другому, я по-другому как-то говорила, я уже столько давно не снимала видео, что я забыла, как я говорила. Отличного дня! Вот. Я вам хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения, и мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok